Стихотворение называется Как много сейчас в мире обольщений Как много сейчас в мире обольщений Прикрытым злом и запретным учением Зачастую такой соблазн не каждый понимает И поэтому сети его без труда попадают Многие скажут, что плохого в нашем обольщении Ведь оно естественно в нашем разумении Опасность стоится в подмене ценностей и понятий Что в духовном мире приносит проклятие Ведь двум господам служить невозможно И на двух стульях так же сидеть очень сложно Соблазн и обольщение – это всегда новое И самое главное – его всегда много Слово «обольщение» с грамматической точки зрения Это глагол несовершенного вида переходящего изменения В буквальном смысле означает «ищущий боли» Вот такой смысл в этом простом глаголе Апостол Павел в послании своем предупреждает Что в сердце своем человек зло желает Что в тайне человек делает и помышляет То язык нашей речи говорить не желает Но тайные наши всегда у Бога наяву И все наши помысли давно известны ему Как рентген кости человек осветляет Так Дух Святой наше нутро знает В этом всегда смысл очень простой Будь всегда чистым И всегда будь с собой Ведь обольщение всегда ходит с лицемерием Ибо дорожит человек своей репутацией И чужим мнением Как странно бояться чужого осуждения Зная о том, что оно без значения Слово и мнение, что пух на ветру Удержать его я никак не могу А у меня и мысль рациональная пришла Что человеческая репутация как посуда без дна Сколько на нее не работает, она пропадает И в итоге она только всем нам мешает Быть честным и правдивым перед Богом и собой Жить в гармонии с небом и нашей душой Научиться быть всегда самим собой Это вопрос совсем непростой Мы всегда хотим показать себя с лучшей стороны За чего встали, как мраморные гробы С виду красивые, но без живого нутра И это самая главная наша беда Бог очень жестоко наказывает лицемерие И нашу жажду к хорошему мнению Горе вам, когда все о вас говорят хорошо Это показатель, что гнелое ваше нутро Беспокоить может только мнение Бога Это есть реальная жизнь и основа Важен также мир нашей души Вот то, что важно и то, что всегда в цене А лицемерие приводит к живому самомнению И главному греху Гордому обольщению Гордый противень пред глазами Бога Из-за этого в ад ему открыта дорога Гордый, как медь, что не может звенеть Или золото, что не хочет блестеть Или как соль, что не соленая она И поэтому никому она не нужна Гордый человек И высокого мнения о себе Это как поддельный бренд по дорогой цене Стихотворение написано в 2017 году